Среда, сегодня вышло новое видео на канале, и я не думала снимать, но как это обычно бывает, что-то захлестнуло, и думаю, а ну его, будем снимать. В Минске очень приятная погода, но у меня какое-то очень тревожное настроение, причем час где-то как, не понимаю, начала какая-то такая тревога тупая охватывать. Знаете, беспокойство беспочвенное, беспричинное, ну вот прям дыхание сбивается, ну не паническая такая, к счастью, таким серьезным штукам не особо подвержена, но смена настроения, конечно, еще тот мой конек, хотя, мне кажется, за последние годы все стало гораздо приятнее, чем было еще какое-то время назад. Я научилась распознавать свои эмоции и как-то адекватнее на них реагировать, принимать, контролировать. В общем, Вера пошла сегодня на флейту одна, я пью карибский кофе, это кофе с апельсиновым соком и специями. На улице весьма приятно, ну немножко ветрено, но учитывая, что только начало апреля вполне себе зачет. Обратила внимание, что после Барселоны у меня остался рефлекс, знаете, вот это постоянно приближенные к себе сумки и дерганье от того, все ли у меня закрыто, хорошо ли я слежу за своими вещами, потому что там это, конечно, бич, и к счастью, что с нами все было хорошо все это время, ну с нами, это со мной, с моими вещами, и деньгами, и документами. Была очень лидительно обычно, знаете, что паспорт с собой в таких местах никогда носить нельзя, должна быть копия, но паспорт должен оставаться у вас в надежном месте, там, где вы остановились. Так, в общем, у меня в Минске до сих пор какое-то бывает периодическое дергание, типа, все ли у меня закрыто, все ли у меня при себе, хотя, конечно, я бываю иногда рассеянной, не тотально, но бываю, и, наверное, подобная внимательность мне не помешает. Сейчас вот по нашей пешеходной улице Комсомольской, которая сделана, конечно, абы как, и уже ленивый, только об этом не сказал, я спустилась к Немиге. Люблю я центр Минска всей прекрасной своей душой. Повторяю ровным образом в последний раз. Торговый дом на Немиге, второй этаж, продуктовый магазин, 28 копеек, что есть 10 центов, чуть-чуть больше доллара, пирожки с бананом и яблоком. Это обалденно, нереально вкусно. Еще они и постные, ко всему прочему. Очень-очень-очень рекомендую. Честно скажу, что к моим гастрономическим рекомендациям стоит прислушиваться. Как бы самонадеянно это не звучало, надо смотреть правде в глаза. Так что можно очень легко и просто себя побаловать вполне даже полезным и вкусным перекусом. А знаете, что еще? Я люблю есть на ходу. Или на улице. Но мне кажется, вы уже, может быть, даже не раз это наблюдали. Недавно в Барселоне. Питаю слабость перекусом на лавках, на траве. Или просто даже вот так вот. Хорошая погода. Идешь и что-нибудь грызешь. У меня тут к вам назрел вопрос. Замечаете ли вы, когда я снимаю на телефон, а когда на камеру? В принципе, реально ли для вас эта разница? Как вам кажется лучше снимать? Почему спрашиваю? Потому что в последнее время я как-то очень наловчилась с телефоном. Ну, не то чтобы наловчилась, просто мне так проще, удобнее, быстрее. Нет необходимости садиться за компьютер. Я все делаю на телефоне. Телефон компактнее, легче. Он в любом случае всегда со мной. И я подумываю над тем, чтобы, возможно, купить стедикам, который будет более стабилизировать изображение. Когда я иду, не будет вот таких вот движений. И что-нибудь подумать, что сделать со звуком, чтобы он был четче. Может быть, это как-то со стедикамом совмещается. И мне интересно, насколько для вас заметна разница в качестве, когда я снимаю либо на свой телефон, либо на свою камеру. Если мои путешествия вам смотреть неинтересно, сегодня мы вдарим по будням по полной. Покажу вам, что я буду есть. Вчера я сделала вот такую запеканку. Абсолютно придуманный рецепт, как у меня это чаще всего бывает. Я крайне редко, ну действительно, очень редко беру что-то из книг или из интернета. В общем, рассказываю. Здесь куриный фарш, просто из куриного филе. Потом я добавила три картошки в него. Добавила базилик свежий. Добавила одно яйцо. Пассерованный лук. Как бы я его карамелизировала с сахаром. Все это запекла. А сверху у меня была такая заливка из сметаны с петрушкой. И посыпала еще твердым сыром. В общем, очень получилось вкусно, нескучно, сочно. Я советую. Я сейчас это буду есть без гарнира. Вообще, конечно, какой-нибудь гарнир бы не помешал. И... Бера! Вот так вот, да. Вот так вот я и поем, чувствую. Вчера я готовила еще к этой запеканке булгур. Обожаемая мной каша. Просто топ-топ-топ. А мы сейчас будем читать белорусскую мову. Вот. Павел Ковалев. Какой взгляд? Ну так, читайте. А я хочу, чтобы ты не прочитал. Давай я тебе немножко прочитаю. Отдай мою еду. Над учебником не едят. Культура отсутствует. Мне надо, мама, весь текст прочитать, потому что я могу не понимать. Я тебе прочитаю часть, дальше будешь читать слова. Я не умею, нормально читать. Учиться надо. Если не будешь читать, не будешь уметь. У Веры, кстати, появился инстаграм. Как он называется? Вера Бёрди. Как еще раз? Вера Бёрди! Вы можете заглянуть. Лёна, а что ты делаешь? Держи свой стаканчик ровно. Ты пьешь, наливаешь туда воду и пьешь? Покажи, там есть водичка? Или ты уже выпил? Есть еще, да? Вкусно? Вот такой у тебя цирк. Вера, хватит катать, ты поняла недавно. Это невозможно, дети так тны. У кого-то есть проблема, что дети не едят, а мои, мне кажется, готовы постоянно топтать что-нибудь. Да? Невинные глазки. Вкусно ли он? Привет. Ой, как мило. Как мило. Привет. Пока мама была в Барселоне, я тоже отдыхала со всем классом. Я была в Рике, в Перша, в Юрмале, в Вильнюсе я была. И там, в Рике, мне больше всего понравились зоопарки, потому что там мы видели теленей, ну, морских котиков. У них было там большое представление. Там еще были павлины, они гуляли где хотели, прям по дорожкам даже. Мы там видели бегемотов, белого медведя. Приехали в замок наш, в который мы должны были приехать. Там мы делали бумагу. Сейчас я сбегаю и покажу, какая она была. А где мой сын? Я не поняла, куда делся мой сын? Он ушел куда-то? Все понятно. Ну, ладно, пойду искать тогда его. Пойду смотреть, куда же он делся. Ах, вот он! Ку-ку! Вот это бумага, которую мы делали. А мы ее делали из газет, именно из газет. У нас там снова было приготовлено две рамочки. В одной рамочке была сеточка, а под этими рамочками была тряпочка. Брали газету, натягивали тряпочку нашу, чтобы бумага не падала. Серьезная технология? Угу. А что у тебя на руке? Да, я понимаю. А почему ты трясуешь, если ты пытаешься показать? Там что-то личное? Да. Душевное? Да. Ну ладно, значит, не будем. Никому, значит, не покажем. А что с твоей рукой? Что у тебя за рана такая? Ну, ты когда успела? Это я в кормяте. А, на дне рождения вагоней? Да. Ну, а потом мы натягивали тряпочку, поднимали вот так вот. То есть ты хочешь, чтобы наши зрители дома сделали такую бумагу? Да, попробуй. А вот здесь ты хочешь вообще делать из газеты, взяли газету, порвали нам бумагу. Ой, ну, маленький кусочек. И добавили ватру. Прекрасно, спасибо. А подождите, подождите! Ух, на бумагу. На бумагу. Ваза, ну-ка, 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 руки от моей вазы. Мы подписывали еще. Вот такая вот технология. Великолепно, просто браво. Браво. Все запомнили, как делать бумагу. Убери руки! Что это за хулиган? А покажи свои кактусики. Кактусики? Все хорошо с кактусиками, ничего нового. Неда! А можно не шуметь? Нельзя. Вот такую я прекрасную свечку выбрала в H&M Home. Она очень приятна. Знаете, так по-мужски пахнет деревом. А Леха такую же свечку себе купил на работу. У нас такая одна дома, одна у Леши на работе. Он говорил, что уже полил, и тем, кто был рядом, понравилось. Я сегодня тоже зажигала, очень вкусно. Ну-ка, признавайтесь, выходите из кустов. Только что мне звонила, ну, вернее, Веря, но я разговаривала с Татьяной Дмитриевной. Это моя свекровь, Лешина мама. И рассказывает, что к Андрею Александровичу, Лешиному папе, в стоматологии подошла женщина-хирург, доктор, насколько я поняла, и спросила, нет ли у него невестки Маши и внука Леона. Вероятно, вы меня смотрите. Больше я не знаю, откуда человеку незнакомому что-то знать про меня и Леона. Так что, привет, выходите из подполья. У нас сегодня событие у Арсения случилось. Вот кусочек здесь, который между корешками, видите? Она мне потрогает. Подожди, дай я его, ну, потрогай ты пальчиком. Она мне потрогает. Вот видите, она тут. Кусочек мяска. Кусочек мяска, да. Вот он. Покажи. Первый звук. Нижний. Я не хочу есть. Давай. Он красивее смотрится. Беленький. Папа. Попробуй. Еще где-то час. Покажи свой звук. Поздравляю тебя, Синюша. я вот этот сыр привезла из барселоны очень вкусный козий сыр у меня допустим мама и не любит козий сыр и папа тоже а мы с рёшей прямо обожаем а вот так выглядит салат на ужин вот вам все повседневно очень своеобразная шоссе не попросил чтобы я стоял рядом я его держал за не спрашиваю можно либо не можно я просто стал и был рядом и когда он так берет так аккуратненько мужчина мужчина да типа вера зеленым погоди просто он так зайка только ведь не дергайся потому что мне нужно второй не запить который растет рядом и он так берет его а он же не считается твердо и он хрустом его врач а я смотрю ребенку больно почему реально больно я сразу подумал что этот шик все за все закончилось вот так это кто такой сидит как папа как будешь слушай замечательное решение я считаю отлично отлично можешь так и наслаждаться мне не снимай не снимай не снимай привет нарыву через камеру просто или что среда заканчивается давай свою тарелочку видео заканчивается ужин продолжается и теперь лёша вам скажет финальные слова что надо говорить в конце видео ну еще не конец 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 что надо говорить в конце видео пока пока ребят и мы заканчиваем видео пока ну нет же ставьте лайки и подписывайтесь на канал мэри фиш я жмите колокольчик и всем пока 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 пока